Кубань Кубань Он хотел донести нам, что любовь это самое важное, что есть в жизни человека Его последняя прижизненная выставка проходила тоже в художественной галерее Сантал И она была неким посланием для нас и называлась выставка «Свет земли. Любовь» Таинство создания спектакля, закулисная жизнь и то, что скрыто от глаз обычного зрителя Все это находит воплощение в снимках талантливых авторов В Краснодаре идет подготовка к шестому сезону фестиваля театральной фотографии Сегодня у меня в гостях директора фестиваля Евгения Карпанина и участница фотограф Анастасия Чалая Здравствуйте Здравствуйте Итак, Женя, раскрывай карты. Все участники уже отобраны и процесс идет Надо сказать, что участники не просто отобраны Их случилось гораздо больше, чем за все предыдущие сезоны Больше 60 человек Ого! Мы остановились просто волевым решением, но заявки продолжают поступать Не глядя на то, что съемки в театрах уже начались Но люди звонят и пишут и просят в качестве исключения Это была такая давняя мечта И я, конечно, чувствую себя страшным карабасом, когда приходится говорить нет Но работа, да, уже началась Расскажи, пожалуйста, ведь хотели на пятом сезоне закончить Почему случилось так, что шестой? Давай так Сначала, почему решили закончить пятым и потом, как случилось шестой? Ну, пять это вообще хорошие цифры, чтобы что-то закончить К тому моменту мы достигли уже очень такого серьезного, неожиданно высокого для нас уровня Неожиданно высокого То есть у нас уже был международный уровень У нас каждый год были уже представлены работы, серии участников из разных стран И это прям вот уже стабильно пошло и требовало очень большой подготовки Очень серьезной работы и в межсезонье То есть мы практически целый год работали И мы поняли, что команда маленькая Мы хотели, чтобы фестиваль был домашним, таким ламповым А получается, что он сразу бахнул в каких-то космических, межгелотических масштабах И мы можем просто не вывести, если мы дальше скажем Да-да, мы международные, мы можем Мы побоялись, что мы не выдержим тот высокий и качественный уровень, который мы собирали Нельзя сказать, что мы струсили Но мы подумали, что вот мы собрали классный пазл Ну, вовремя остановиться надо просто Вот, цифра 5, мы ее загадали для себя Всем фотографам мы сказали, что, ребят, мы уходим в отпуск Вот, потому что невозможно было объявить, что все Ну, мы сами для себя Растерзали бы Мы с Татьяной Зубковой с арт-директором фестиваля Да, мы так, типа, все, мы по секрету, мы уходим, отползаем по-английски Вот, и год, весь прошлый год у нас фестиваля не было Мы получили массу вопросов от фотографов и от журналистов Да, где, когда выставки открываются, мы говорим, ну нет Вот, и так как в этом году уже шестой сезон И он случился год, год театра И нас все опять спросили, ну где? Отказать было уже неудобно Отказать было уже неудобно, невозможно К нам пришли партнеры, которые с нами работали Многие годы подряд И сказали, ну вот уже сейчас что вам мешает Вот, и вы такие, типа, ну эх Сами соскучились, честно скажу Сильно Прошлая весна, когда у нас были выставки И я так А прошлой весной как раз не было Обычно у нас выставки весной И я такая, боже Чего-то не хватает Где вот это вот мое все? И сейчас мы с огромным вдохновением Просто вот в запой кинулись все это снова заваривать Все вот эти вот продюсировать съемки Это очень круто Как участница, Настя, расскажи, пожалуйста Ты в фестивале мечтала участвовать? Как это произошло? В общем, рассказывай Я знала существование театрального фестиваля Нашего фотографии Где-то, наверное, сезона вот с третьего или с четвертого Я наблюдала за ним со стороны И был момент, когда мы с подругой шли по улице И видели балерную растяжку Я говорю, вот смотри, идет фестиваль Давай сходим на выставку И мы стали думать о том, что Может быть мы бы и сами могли попасть туда Но это как-то было какой-то закрытой такой территорией Я не знала, как попасть Как там постучаться Мы с Женей тогда не были еще знакомы И потом она уже нашла сайт И мы вовремя подали заявки И на удивление прошли Для меня это было, наверное, первой неожиданностью Что, оказывается, попасть было нетрудно То есть любой, кто написал Это тебе было нетрудно Не любой Жень, расскажи, как вы отбираете По каким критериям Расскажи Нет, это великая тайна, на самом деле Потому что отбором занимаюсь не я У нас есть жюри фестиваля У нас есть арт-директор фестиваля Татьяна Зубкова, я уже говорила И именно они отсматривают поступающие работы У нас обычно, когда проходит аккредитация участников Они присылают нам небольшую информацию о себе И некоторую такую подборку своих хороших снимков Которыми они гордятся И, соответственно, на основании профессионального уровня Технической подготовки Вообще общечеловеческой вменяемости Это важно Прошла Это важно Да, да, да Вот по таким принципам мы и отбираем участников Настя, скажи, пожалуйста К тому моменту, когда решила участвовать У тебя какой был опыт? Я не профессиональный фотограф То есть я не снимаю за деньги Как говорится То есть я занимаюсь этим для себя Наверное, это мой просто способ общения с миром И какого-то выражения своих мыслей Как давно в руках фотоаппарат? Сложно посчитать Я не люблю этот вопрос Потому что вообще он со мной очень давно Но так сказать, чтобы это было прям какое-то Осознанное, более внимательное отношение То, наверное, незадолго до того, как я подала заявку на фестиваль То есть получается года 2-3 Просто Настя дизайнер Но я по образованию дизайнера То есть в принципе я все равно снимаю Они сразу включаются мгновенно Вот именно, так сказать, в нашу атмосферу В театральную У нас много на самом деле ребят У которых художественная школа за плечами Или вуз художественный Или дизайнеры Потому что для них очень важна визуальная составляющая А театр это визуальное искусство Настя, откуда в тебе вот это вот видение эстетики происходящего Что вот скомпоновать в своем объективе вот то, что красиво Ну это вот как Женя сказала Бонус художественного образования и знание композиции Потому что в конечном итоге действительно не важно Это допустим там композиция сцены Или там допустим композиция натюрморта Или композиция фотографий Правила композиции, они примерно похожи Очень близки Где-то они повторяются одни и те же Композиция она одна И поэтому если ты умеешь работать Вот там допустим с живописью или с дизайном Ну либо с какой-то другой художественной С художественным выразительным каким-то искусством То тогда и на фотографии это тоже будет отражаться Хорошо, а особенности съемок в театре? Наверное к обеим вопрос Их много Их много Ну во-первых сложно не мешать Это главное правило Мы не должны мешать ни зрителям, ни актерам И быть призраками незаметными Нашего присутствия никто не должен заметить Это сложно Особенно когда ты щелкаешь затвором Один раз мне попросили его выключить А я сказала, что это невозможно Потому что так устроена техника Но это было один раз всего Это было один раз Да, конечно, щелчок может быть слышен Он может быть слышен не просто в зрительном зале И артистам Он может быть слышен и сбивать Вспышка может мешать Мы снимаем без вспышки Правильно передвигаться по сцене нужно Правильно общаться нужно Ну очень много таких дисциплинарных Технических и дисциплинарных И психологических нюансов Как бы это целую передачу можно отдельно делать Совсем чуть-чуть остается времени Где можно будет увидеть работы? Работы у нас сегодня можно видеть в инстаграме Они появляются в инстаграме В фестивале театральной фотографии Свеженькие, так скажем А вообще выставки будут в октябре Так сказать, под финал года театра Они будут, как обычно, практически во всех театрах города С кем мы работаем И так как у нас город идет в театр Тема этого сезона То они будут появляться не только в театрах Но еще и в общественных пространствах Кофейни, книжные магазины, торговые центры В общем, смотрите в оба И тогда увидите прекрасно Спасибо огромное, что сегодня были с нами Такими были новости культуры Оставайтесь на Кубань24 Субтитры подогнал «Симон»